Наконец-то наш Минфин разродился документом, который стал называться в наших кругах методичкой по декларированию прибыли контролируемых иностранных компаний. Долго мы ждали этого документа, долго, как сказать, все это было так хаотично в виде каких-то писем, в виде каких-то слов на конференциях, то есть абсолютно невозможно было все это систематизировать. Ну, наконец-таки 17 февраля 2017 года Минфина как бы совместно ответил на вопросы ТПП РФ и ответил на 26 вопросов. Ну, конечно, все эти вопросы сейчас вам объясняют в мир никакого смысла. Они касаются в основном методик расчета прибыли. Но нам, наверное, интересны некоторые моменты, которые конкретизировал Минфин и конкретизировал свою позицию. В частности, наверное, это касается доли участия. Дело в том, что четкого определения, на какую дату надо фиксировать свою долю участия, налоговый кодекс четко это не определяет. И есть две даты. Либо дата распределения дивидендов, либо окончание налогового периода. И поэтому вот именно в этом году с учетом переходного периода применения законодательства ОКИП, доля в участии более 50% определяется для периода 2015 года. И только начиная с 1 января 2016 года возникает необходимость проводить тесты на определение статуса лица, признаваемого налоговым президентом Российской Федерации в качестве контролирующего лица КИП. Соответственно, если в 2016 году есть такая доля, 50% КИП есть. Если ее нет, вы продали ее и не распределяли дивиденды, то у вас КИПа нет. Что еще подтвердил Минфин? Минфин подтвердил, что освобождение прибыли КИП от налогообложения применяется и к иностранным структурам без образования юридического лица, потому что в налоговом кодексе этого не было сказано. Что правовой статус иностранной структуры определяется по законодательству странной регистрации. И в случае, если налогоплательщик не может вообще никак определить, что же у него за образование, то тогда, мы считаем, что это иностранная организация без распределения по акциям. И тогда контролирующие лица определяются, соответственно, по количеству таких акционеров или вкладчиков. Что еще всегда, вот еще на прошлом семинаре мы с вами говорили о том, что как определять прибыль до вычета дивидендов или после вычета дивидендов, чтобы получить освобождение по ее величине. Минфин ответил абсолютно четко, что прибыль определяется до вычета дивидендов. То есть вот эту цифру мы берем за основу для декларирования. И, кстати, здесь, конечно, кусочек пряника. Если вы задекларировали прибыль в России, то вы можете, а, применить зачет иностранных налогов. Если компания заплатила, допустим, кипрский налог, вычесть все дивиденды из этой прибыли. Если с остатка, после зачета, будет огромный или не будет, то есть с остатка заплатить 13%, а все полученные дивиденды под ноль вы получите в России на основании кодекса дивидендов, которые предусматривает наш налоговый кодекс. То есть это может быть достаточно интересно. Спасибо. 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 Спасибо.